Всем привет ребята, меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео. Сегодня поговорим о мощных новостях в мире криптовалют. Они касаются нескольких альткоинов, в том числе и Ripple XRP. Также проведем некоторый анализ эфира и биткоина. Эфир может вырасти до 5000 долларов в концу мая, а биткоин может в любой момент выстрелить до 70 тысяч долларов. Кроме этого я покажу криптовалюту, которую я сейчас купил. Все это и другое в новом видео. Если тебе нравится такой контент, не забудь поставить лайк. Меня это очень сильно мотивирует на создание новых видео, а каналу помогает расти. Большое спасибо за поддержку. Итак, сегодня наконец стартовали торги акциями Coinbase. Я думаю, это событие помогает узаконить криптовалюту в глазах людей, которые раньше к ней относились со скепсисом. Я думаю, что чем больше криптокомпаний станут публично торгуемыми как Coinbase, и чем больше в криптопространстве будет создано полезных продуктов, тем больше сюда зайдет институционалов и розницы, и тем больше эта индустрия будет расти со временем, вместе с весом набирая и правовую законность. Также такие события, как IPO Coinbase, очень помогут в плане регулирования криптовалют. А этот вопрос в 2021 становится особенно острым, если вспомнить про тот же Ripple, например. Конечно, вопросы регулирования могут спровоцировать коррекции на рынке, которые я рассматриваю как большие возможности для инвестирования. Сегодня рынок ушел в небольшую коррекцию, однако биткоин все равно выше 60 тысяч долларов. Эфириум сегодня подрос на новостях о хардфорке Берлин, который, кстати, так и не решил проблемы с высокими комиссиями. Теперь остается надеяться на обновление под названием Лондон, которое запланировано на лето. Но все равно эфириум достиг нового исторического пика в 2400 долларов и существует прогноз, что к концу мая его цена составит 5000 долларов. Об этом мы поговорим позже. Binance Coin упал с 650 долларов до 540 за последние несколько дней. Его цена была сильно перегрета, однако если имелись планы на его покупку, вот это падение может быть шансом на эту покупку. XRP вырос почти до 2 долларов, но немного откатился. На самом деле, просто вдумайся в это, за несколько дней XRP дал 4 икса, а за 3 месяца 10 иксов. Chainlink сегодня вырос на 9% до 40 долларов. Я все еще настроен оптимистично к его будущему, потому что он работает над оракулами для NFT, которые используются для их создания. Это массивный способ использования Chainlink, который может значительно подстегнуть его рыночную капитализацию. Dogecoin за последние 7 дней вырос на 116% и достиг нового исторического пика. Сегодня мы еще поговорим про Dogecoin и ты удивишься, что с ним происходит на самом деле. Итак, первая крупная новость сегодня. Торги акциями Coinbase начались непросто. Дело в том, что торги открылись ценой в 250 долларов, после чего произошел резкий скачок до 430 долларов. Видимо, спровоцированные новенькими инвесторами. А далее, понятное дело, мы увидели падение до 328 долларов за акцию. Видимо, разгрузились те люди, у которых акции были еще до начала торгов. Вот почему я никогда не участвую в подобных мероприятиях в первый же день. Я подожду, пока эти качели устаканятся и тогда начну несколько раз покупать, чтобы усреднить свою покупку по доллару. В догонку хочу показать вот эту статью, в которой написано, что 1700 сотрудников Coinbase получили бесплатные акции. Видимо, кое-кто из них и разгрузился на цене в 430 долларов за акцию. Точно такую же картину мы наблюдаем на аирдропах токенов. Чем больше токенов раздают, тем сильнее давление продавца на рынке, что приводит к обвалу токена. Именно поэтому токены Spark начнут раздавать в июне и растянут этот процесс на 2-3 года, чтобы не спровоцировать обвал токена. 19 часов назад люди размышляли о том, что произойдет с ценой биткоина, когда запустятся торги акциями Coinbase. За несколько дней до этого события биткоин достиг нового исторического пика. Но сегодня, когда торговля Coinbase стартовала, биткоин проходит через небольшую коррекцию. Похоже на исполнение правила «покупай на слухах и продавай на новостях». В этой же статье аналитик Адам Кокрон из инвестфонда Cine Mine Ventures утверждает, что биткоин сейчас должен стоить 70 тысяч долларов. Инвестор сказал, что причина, почему биткоин столько не стоит, заключается в том, что на фьючерсном рынке биткоинов используются слишком большие кредитные плечи, что приводит к падению биткоина, когда рынок деривативов становится перегретым. Выходит, как только рынок фьючерсов хоть немного остынет, биткоин выстрелит до 70 тысяч долларов. И, возможно, это движение будет стремительным и резким, чтобы ликвидировать всех накопившихся шортистов. Биткоин такое любит делать. Также Адам добавил еще одну причину, почему биткоин еще не достиг 70 тысяч долларов. Она банальная, но жизненная. По его мнению, все эти розничные детишки, скорее всего, он имеет в виду неопытных трейдеров, просто не знают, как использовать кредитное плечо, не подвергаясь постоянно ликвидациям. С этим не согласиться сложно. На самом деле, это один из факторов, который удерживает рост криптовалют, а не только биткоина. Из-за неопытных людей, которые лезут в кредитную торговлю, крипта немного да и страдает. Да, там можно словить сказочный куш, но большинство заканчивает потерей всех своих денег. Так что, если ты новенький в этом мире, просто держи криптовалюту. Если твоя криптовалюта просела в цене, то ты потеряешь деньги только лишь тогда, когда продашь ее. Если же ты продержишь биткоин через весь медвежий рынок и дождешься нового булрана, то ты даже заработаешь. Я проходил через это дважды на биткоине, только в первый раз смирился, продал и разочаровался. Это стало хорошим уроком в перспективе. В случае же с кредитной торговлей, даже если курс просядет на 5% ниже, тебя просто ликвидирует и ты потеряешь всю свою позицию. На этом горит очень много новых инвесторов. Миллиарды долларов ликвидируются на кредитной торговле. И обычно в это время цена биткоина падает. Именно это и является причиной, почему биткоин до сих пор не стоит 70 тысяч долларов. Хотя технически уже должен был бы вырасти до этой цены. Хочется прочитать еще и этот абзац, который вкратце говорит нам о том, что биткоин все еще далек от своего пика, а мы все еще в начале его восхождения. Безумие, что биткоин достиг нового исторического пика за день до открытия торгов Coinbase, а впереди нас ожидает полгода новых обновлений, апдейтов и институционального принятия, например, в виде ETF. И до сих пор мы не видим такого же лихорадочного уровня мании, как в 2017 году. Кажется, мы все еще на пути к вершине. И действительно, если мы откроем гугл тренды и вобьем сюда биткоин за последние 5 лет по всему миру, то мы увидим, что на данный момент популярность биткоина составляет всего 33% от уровня 2017 года. Точно что безумие. Я боюсь представить, что будет с ценой, когда популярность биткоина достигнет хотя бы уровня 2017. Кроме этого, этот график говорит нам о том, что пик цены биткоина тоже еще не достигнут. Также хочу обратиться и к графику криптовалютной капитализации, которая достигла 2,2 трлн долларов. Если сравнивать с прошлым булраном, мне кажется, что мы находимся где-то вот в этой точке. Тогда мы снова начали расти, но не так остервенело, как это было до этого. Я думаю, что так же, как и тогда, нас ожидает постепенный подъем. Понятное дело, будут всякие лонг-сквизы и шорт-сквизы, чтобы выносить тех же кредитных трейдеров. Но в целом, подъем будет постепенным. Подпитывать его будут такие игроки, как PayPal, Visa, MasterCard и другие институционалы. А закончится весь этот постепенный рост резким ростом уже на розничных инвесторах, которые и определят окончательный пик биткоина. И, скорее всего, потеряют на этом пике немало денег. Картина, которая нас ожидает, будет похожа на эту. Я думаю, новый пик буллрана мы увидим, когда рыночная капитализация криптовалют достигнет 8-12 триллионов долларов. Это мой приблизительный прогноз. Каждая просадка на этом графике, вот это, вот это и вот это, это ликвидация множества трейдеров. Люди потеряли здесь деньги и, скорее всего, разочаровались и даже ушли с рынка. Поэтому я крайне не советую заниматься кредитной торговлей, особенно если ты только пришел в криптовалюту. Теперь я хочу показать тебе эту статью. Три причины, почему цена на Элранд взлетела выше 245 долларов. Цена Элранд выросла до рекордного уровня, поскольку поворот проекта в сторону NFT и DeFi привлекает новых пользователей и инвесторов. Почему я решил заговорить про Элранд? Дело в том, что 29 ноября 2020 года я купил этот проект за 9 долларов 2 цента. Честно говоря, я не ожидал, что он так сильно вырастет. Но похоже, это еще не конец его роста, ведь в будущем его ожидает целый ряд обновлений протокола. В частности, расширение возможности блокчейна Элранд, важное партнерство и интеграция блокчейна с реальным миром. Также они добавляют поддержку NFT и SFT. Сооснователь проекта пишет у себя в Твиттере. Истинное владение недорогим блокчейном с высокой пропускной способностью и скоростью станет мощным катализатором для принятия даже в тех областях, которые считались невозможными для децентрализации. Кроме этого, ребята, 6 апреля стала известна еще одна новость, что магазины Amazon, eBay и Walmart вскоре будут принимать Элранд в качестве оплаты через Shopping.io. Вот это уже новость так новость. Она ведет к более массовому применению и принятию Элранда. Честно говоря, в ноябре, когда я изучал этот проект и решил в него инвестировать, я совсем не ожидал, что вот такие новости буду читать спустя полгода. Великолепные новости для Элранда. Кстати, давайте посмотрим на этот постер внимательнее. Здесь мы увидим надпись Shopping.io. Именно с помощью этого сервиса Amazon, eBay и Walmart смогут принимать Элранд. Об этом сервисе я и хочу поговорить, потому что это моя новая инвестиция. У меня иногда спрашивают, а откуда вообще деньги на инвестиции? Во-первых, я реинвестирую то, что мне принесли другие инвестиции. А во-вторых, в Эфириум я вкладываю деньги, которые зарабатываю на своем обменнике ExchangeSumo.com. А в Shopping.io я вложил деньги, которые заработал за прошлый месяц на ютубе. Такая вот реинвестиция. Как видишь, здесь капля, там капля и уже чашка чая. На данный момент капитализация этого проекта составляет 195 миллионов долларов, хотя когда я покупал его, она была 174 миллиона долларов. Немножко подросла с тех пор. Как видно на графике, в конце марта токен достиг исторического пика, но с тех пор достаточно серьезно откатился. Вот здесь на этом отскоке я и решил его взять. Думаю, у него есть большой потенциал. Те же партнерства с Amazon, eBay, Walmart и очевидно Celerant тоже. Эти партнерства также добавят больше полезностей и способов использования Shopping.io. Итак, теперь перейдем к эфириуму и о прогнозе в 5000 долларов к концу мая этого года. Текущие данные эфириума предполагают, что цена может удвоиться в течение следующих 7 недель. Я думаю, что эфириум мог бы уже достичь этих 5000 долларов, если бы не такие высокие комиссионные, которые и спровоцировали рост бинанскоина. А теперь давай пройдемся по графикам ончейн информации эфириума. Начнем с этой диаграммы, на которой мы видим два графика. Сверху это цена эфира, а снизу это так называемый Realized Value, либо же реализованная цена. Этот индикатор показывает среднюю цену, которую платят все инвесторы, что холдят эфириум. На данный момент она составляет 800 долларов. Учитывая цену эфириума в 2400 долларов, мы видим, что сегодняшние покупатели эфира готовы платить в 3 раза больше, чем средняя цена покупки холдерами эфира. Если эта разница кажется тебе большой, то в прошлом был ранее, в 2017 году эта разница достигала 6. Учитывая то, что если эта разница достигает 4 и выше, это означает маниакальный синдром упущенной выгоды, когда розница сходит с ума и покупает по любой цене, думая, что рост будет вечным. Очевидно, сейчас у нас есть еще куда расти. Если же мы пойдем дальше и прорисуем тренды на этой диаграмме, то увидим, что к концу мая эта разница может равняться 5. 800 умножаем на 5 и получаем 4000 долларов за эфир. Однако, по мере того, как все больше покупателей приходит на рынок, реализованная цена тоже повышается. Только за последний месяц она увеличилась на 15%. Учитывая, что сейчас она составляет 800 долларов, то до конца мая она может вырасти примерно до 1000 долларов. При разнице в 5 это означает уже 5000 долларов за эфир к концу мая. Посмотрим, оправдается ли такой прогноз. Еще одна новость, которая, по моему мнению, является очень важной для криптовалютного пространства, его принятие и его признание, самое главное. Генеральный директор PayPal прогнозирует, что объем криптовалютных платежей через PayPal может достичь 200 миллионов долларов уже через несколько месяцев. Кроме этого, он убежден, что в следующие 5 лет финансовая система перетерпит больше изменений, чем за предыдущие 30. По его словам, криптовалюты, такие как биткоин, будут лидировать, а транзакции с наличными и кредитными картами потеряют позиции. Далее его цитата. Мы вступаем в аэру цифровых валют, и эти цифровые валюты имеют огромные перспективы, будь то криптовалюты или цифровые валюты центральных банков. Я думаю, что цифровые валюты могут повысить полезность платежей и сделать финансовую систему более инклюзивной и менее дорогой. Звучит так, как будто через 5 лет многие будут жалеть, что не купили криптовалюты в 2021, а еще лучше в 2019. А мы-то купили в 2019 и 2020. Думаю, очень хорошо, что PayPal запускает криптосервисы. Если на них будет спрос, то для других компаний это будет хорошим стимулом, что опять же приводит к массовому принятию криптовалют. И предпоследняя новость перед тем, как мы поговорим о Ripple XRP, у которого сегодня тоже есть хорошие новости. DoggyCoin взлетает на 80% за сутки и становится 10-й самой крупной криптовалютой на рынке. Илон Маск все продолжает говорить о собакакоине, но это не самое интересное. Интересно то, что многие инвесторы начинают принимать DoggyCoin. Например, баскетбольный клуб Dallas Mavericks принимает DoggyCoin в качестве оплаты за билеты. BitPay позволяет магазинам принимать DoggyCoin. Ведущий спортивный бренд Wouter Apparel тоже начинает принимать DoggyCoin. И еще 48 компаний принимают DoggyCoin в качестве платежного средства. Кто бы мог подумать, что шуточная криптовалюта окажется такой успешной. Все это влияет на рост DoggyCoin. Похоже, что DoggyCoin продолжит расти, но стоит помнить, что он очень волатилен. В последний раз, когда его толкнули почти до 9 центов, он упал до 4. Так что с ним нужно быть осторожнее. И наконец к новостям о Ripple. Novatic Group это ведущая компания в области цифрового банкинга и платежей. Она присоединяется к Ripple, чтобы использовать его сервис ликвидности по требованию ODL. Они говорят, текущая глобальная платежная инфраструктура не отвечает потребностям бизнеса и потребителей. RippleNet же позволяет сотням финансовым учреждений в более чем 55 странах упростить глобальные платежи, выйти на новые рынки и обеспечить лучший сервис для клиентов сегодня. Novatic Group будет также использовать цифровой актив XRP для мгновенных трансграничных платежей. Подчеркиваю, цифровой актив XRP, а не ценную бумагу. Да, в Австралии XRP считают за цифровой актив. Сейчас Novatic рассчитывает обрабатывать несколько тысяч транзакций в месяц с помощью RippleNet и планирует быстро масштабировать услугу для большего числа клиентов в сфере финансовых технологий в Юго-Восточной Азии. Просто отличные новости, показывающие, что даже если Ripple проиграет дело в США, это не будет катастрофой для компании и ее токена. Ведь уже в 55 странах Ripple признают как цифровой актив для упрощения глобальных платежей. К сожалению, Штаты выбрали путь саботажа, что играет на руку развитию и восхождению Азии на престол, а особенно Китая. На этом все. Если видео тебе понравилось, не забудь поставить лайк. Я очень стараюсь каждый день выкладывать новые видео о новых событиях в криптопространстве. Твой лайк мотивирует меня и помогает каналу расти. А также подписывайся на канал, телеграм, жми колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, делись видео с друзьями, комментируй и обязательно богатей. До скорого!